В этом уроке мы научимся делать самосветящийся материал. Давайте начнем с материала, который будет освещать нашу сцену. Для этого мы создаем V-Ray Light Material. Вот этот. Тут несколько очень простых параметров. Первое это цвет. Допустим, если вы хотите сделать подкарнизную подсветку или просто поставить где-либо у вас диодную ленту, делается она вот с помощью такого материала. Здесь выдаем цвет, какого цвета у нас будет свечение. Следующая мощность, то есть яркость нашего света. Эта галочка отвечает за свет на другой стороне полигона, то есть плоскость у нас двухсторонняя. Например, если мы не поставим эту галочку, то светить будет только в одну сторону, как в случае с V-Ray Light. Вот эту галочку советую ставить. Это компенсирует экспозицию камеры. То есть нам не нужно будет перекручивать значение яркости, не делать его слишком сильным, чтобы видеть, как это освещает сцену. То есть ставим эту галочку и не надо будет долго перекручивать. Multiply Color by Opacity ставим только, если мы используем прозрачность, это мы подробно разберем когда. Точнее мы ее просто ставим, когда будем делать материал огня. Дисплейсом мы не пользуемся, не представляю даже, когда можно использовать в этом материале дисплейсом. И самая важная галочка, мы ее обязательно ставим, это Direct Illumination, как раз чтобы у нас было освещение без шумов. То есть если мы будем делать самосвещающийся материал, мы сегодня будем делать с помощью V-Ray MTL, то он будет освещать сцену с помощью глобального освещения, с помощью Radiance Map, с помощью Brute Force или Light Cache, в зависимости от того, какой алгоритм выберем. И от этого могут появиться шумы. В V-Ray Light Material есть галочка Direct Illumination, что позволяет освещать сцену так же, как это делают обычные источники света. И параметр SubDiv'ов нам указывает на качество. Ну, сделаем, допустим, 32. То есть на качество освещения. Если вы увидите то, что вот в участках, которые освещены вот этим материалом, есть шум, то можете поставить SubDiv'ов побольше и шум пропадет. Давайте попробуем сделать светящийся материал и посмотрим, как это выглядит на рендере. Вот мы видим то, что материал светится, даже немножечко освещает сцену, но он не засвечен, то есть он недостаточно яркий. Давайте попробуем сделать его поярче. Раз в 10. И сейчас он будет чуть более освещать сцену. Теперь мы четко видим то, что материал сам в себе засвечен и сцену он освещает. На этапе пост-обработки в Photoshop у таких материалов, естественно, надо будет добавлять блики. Идем далее. Создадим материал плафона. Обычные источники света у нас, то есть видимые источники света, это обычные лампочки, и они, как правило, стеклянные. Соответственно, они под углом отражают. Поэтому, если мы делаем видимый источник света, в том числе и экран телевизора, и обычная лампа, обычно я их делаю примерно так. Создаем обычный V-Ray MTL. И у нас тут есть Self Illumination. Мы можем как засунуть карту, так и включить цвет самого свечения. Но фишка с цветом не прокатит. То есть, если вы выберете цвет, то почему-то с мощностью могут быть проблемы. Поэтому сразу же советую использовать карту для этого. Берем V-Ray Color карту. Сразу же Mode Temperature. Задаем какую-нибудь температуру. Сделаем ее желтой. И засовываем эту карту сразу же и в Diffuse Map, и в Self Illumination. Тем самым получаем самосветящийся материал. Дальше, что очень важно. Как я уже говорил, этот материал у нас будет освещать с помощью GI. Лучше этого не допускать, поэтому отключаем галочку GI, и он у нас будет светиться, но не будет освещать сцену. Включаем отражение на максимум. Fresnel Reflection галочку оставляем. IR у стекла 1.6-2.2 поставим. Под углом у нас будет отражение. Возможно, в сцене его будет почти не видно, но при этом небольшой объем эффект это добавит. То есть, лучше это делать, чем не делать. В принципе, все. Надо просто применить этот материал и посмотреть, что получится. Естественно, нужно будет сделать дублирующий источник света, который будет освещать сцену. Но сейчас я его делать не буду. Давайте попробуем сделать экран телевизора. Создадим такой же материал. Только вместо V-Ray Map мы туда перетащим вот такую вот картинку. Это у нас будет изображение на телевизоре. Давайте какой-нибудь объект создадим, на который мы это положим. Да, кстати, чтобы посмотреть, как выглядит текстура. Нам нужно на время... Ой, не это, вот это. Нам нужно ее на время отключить от Self Illumination. Ну да, и выключить Self Illumination. Теперь мы видим, как она лежит. Лежит нормально. Обратно вставляем. И чуть-чуть развернем, чтобы отражения были видны. Давайте попробуем отрендерить. Мы видим стеклянный плафон, но он какой-то очень-очень тусклый, почти не светится, так же, как и экран. В экране мы видим отражение нашего плафона. То есть, вот именно поэтому нужно делать экран стеклянным с отражениями с помощью обычного V-Ray Material. Он, конечно, должен светиться, но при этом должен отражать. Потому что если у вас в комнате будут источники света яркие, которые должны, по идее, отражаться в нем, то это будет гораздо симпатичнее смотреться, если они будут отражаться, чем если не будут. Давайте попробуем сделать поярче. Ну, тоже раз в 10. Освечать сцену она у нас сейчас не будет, потому что галочка GI выключена, и никаких дополнительных источников света у нас нет. Вот здесь мы видим светящийся материал, в нем идет отражение экрана, и экран в нем также отражается плафон. И они, мы видим, светятся, то есть вот как себя в реальности ведут экраны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...